Всем привет! Сегодня в выпуске 10 свежих фильмов в жанре триллер, которые вышли не так давно. Оценки совсем новых лент еще находятся на стадии формирования, а я указал актуальные цифры на момент записи видео. По списку, как всегда, пойду коротко и по делу, чтобы избежать любых спойлеров. Вас прошу поддержать видео лайком и хорошим комментарием. А кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать хорошие подборки с фильмами. Кстати, у нас появился свой телеграмм, кому удобно взаимодействовать с контентом именно там, то милости просим. Ссылка в описании. Ну а я не смею больше отнимать ваше время, присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Та, что сбежала. История Кары Робинсон. Триллер, режиссером которого выступила Симона Сток. А премьера состоялась 11 февраля 2023 года. Это реальная история девочки-подростка по имени Карра Робинсон, которая была похищена серийным убийцей. Карра подвергалась насилию и удерживалась в плену 18 часов. Дождавшись идеального момента, девочка совершает дерзкий побег из квартиры маньяка. Загадка. Датский триллер, режиссером которого выступила Вибеки Муассия. По сюжету, пытаясь выбраться из-под материнского крыла, Хана начинает сомневаться в своем психическом здоровье. Ведь и ее новые друзья погибают один за другим. А родная мать считает, что девушка и есть причина их смерти. Аферисты. Фильм режиссера Бенджамина Каррена. Цифровой рели состоялся 17 февраля 2023 на платформе Apple TV+. По сюжету, Том, владелец книжного магазина, встречая девушку Сэнди, в которую и влюбляется. После чего он решает ей помочь выкупить ее брата. Парень берет огромную сумму у отца и дарит ее Сэнди, которая после этого благополучно исчезает. В общем, фильм о том, как мошенница, обманывающая миллионеров с Манхэттена, встречает авантюриста, который зарабатывает на аферах с хитрыми схемами. Хищники. Режиссером этого триллера выступил Родриго Сарагогин. Сюжет. Городская пара переезжает в небольшую деревню в поисках спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им придется столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приведет к непредозвратимым последствиям. Марлоу. Режиссер Нил Джор. Премьера в России состоялась 23 февраля этого года. По сюжету, неприятности в делах и одиночество частного детектива Филиппа Марлоу не сулят в будущем ничего хорошего. Но появляется ослепительная блондинка, которая просит найти ее бывшего. Поиски возлюбленного прекрасной незнакомки оказываются лишь малой частью большой загадки. Украденная личность. Южнокорейский триллер-детектив, режиссером которого выступил Ким Тхэ Джун. Коротко по сюжету. Молодая девушка работает маркетологом. Она обычный офисный сотрудник, но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову. Она теряет телефон и становится жертвой маньяка. Из-за взлома смартфона вся ее благополучная жизнь начинает рушиться, и над ней нависает смертельная угроза. Искусственный интеллект. Смертельный сбой. Режиссером этого британского триллера выступила Натали Кеннеди. По сюжету, писательница Клэр Риверс страдает от творческого кризиса, и в попытке вернуть вдохновение соглашается запереть себя в инновационном ретрите, оснащенном искусственным интеллектом. Но когда там происходит системный сбой, девушка оказывается буквально запертой в уединенной хижине и без связи с внешним миром. Время уходит, припасы заканчиваются, а умный дом становится все более нестабильным. Теперь Клэр надо преодолеть свои страхи и найти способ перехитрить искусственный интеллект, чтобы выбраться из этого дома живой. Покер Фейс. Режиссер-сценарист Рассел Кроу, который сам и сыграл одну из ролей. Итак, покер – опасная игра, и часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собирает в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатство, но и жизни. За гранью времени. Режиссер Слободан Гайч. А премьера в мире состоялась 7 февраля 2023. Сюжет. Молодая пара путешествует на своей машине по знаменитому шоссе 66, которое проходит по долине смерти. Вдруг они замечают за собой странного преследователя. Эта поездка станет для них настоящим закольцованным кошмаром во временной петле. Земун. Российский триллер, по сюжету которого, после загадочной гибели отца, Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако, чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем, ему самому все чаще видится мистическое животное, которое, по поверью, приходит за душами пастухов после их смерти. На этом все. Видео подошло к концу. Все нужные ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Ну а я с тобой прощаюсь и до скорой встречи.